РАДИО ЗВЕЗДА 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 но говорите только то, что вам скажут, или, тут он опять нервно захихикал, лучше бы вам было не родиться. Говоря это, он отворил дверь и ввел меня в комнату, по-видимому, роскошно убранную, но также плохо освещенную одной полупотушенной лампой. Комната была большая, и потому, как мои ноги утопали в ковре, можно было судить, что богато меблированная. Я мимоходом заметил бархатные стулья, высокий белый мраморный камин и, как мне показалось, с одной его стороны набор японского оружия. Как раз под лампой стоял стул. Пожилой человек указал мне на него. Молодой вышел из комнаты и внезапно вернулся через другую дверь, ведя за собой джентльмена, одетого во что-то вроде халата. Джентльмен медленно приближался, ко мне. Когда он вошел в круг слабого света, отбрасываемого лампой, я ужаснулся при его виде. Он был смертельно бледен. Его выпуклые глаза сверкали, как у человека, дух которого сильнее плоти. Но что поразило меня больше всех признаков физической слабости, это то, что все его лицо было покрыто полосами пластыря, скрещивавшимися между собой. Таким же большим куском пластыря был закрыт и рот. — У тебя доска, Гарольд! — крикнул пожилой, когда вошедшее странное существо скорее упало, чем село на стул. — Свободны у него руки? — Ну, дай ему грифель. — Задавайте ему вопросы, мистер Меллос, а он будет писать ответы. — Прежде всего, спросите его, готов ли он подписать бумаги. Глаза незнакомца вспыхнули. Никогда написал он по-гречески на доске. — Ни на каких условиях? — спросил я по приказанию нашего тирана. — Только в том случае, если я увижу, что ее будет венчать мой знакомый греческий священник. Пожилой захихикал язвительно. — Вы ведь знаете, что ожидает вас в таком случае? — Лично мне все равно. Вот несколько вопросов и ответов из нашего странного разговора, частью устного, частью письменного. Несколько раз я должен был спрашивать его, согласится ли он подписать бумаги, и несколько раз передавал его негодующий ответ. Но скоро мне пришла в голову счастливая мысль. Я стал прибавлять свои слова к каждому вопросу, сначала невинного свойства, чтобы убедиться, не понимает ли по-гречески какой-нибудь из двух присутствующих. Когда же я увидел, что они ничего не подозревают, я начал более опасную игру. Вот наш приблизительный разговор. — Ваше упрятство только повредит вам. — Кто вы? — Мне все равно. Я иностранец. Вы сами навлекаете на себя беду. Сколько времени вы здесь? — Пусть будет так. — Три недели. — Состояние никогда не перейдет к вам. — Чем вы больны? — Оно не перейдет и к негодяям. — Они морят меня голодом. — Вы будете свободны, если подпишете. — Кому принадлежит этот дом? — Я никогда не подпишу. — Не знаю. — Этим вы не окажете ей услуги. — Как ваше имя? — Пусть она сама скажет мне это. — Кротидес. — Вы увидите ее, если подпишете. — Откуда вы? — Так значит, я никогда не увижу ее. — Из Афин. — Еще пять минут, мистер Холмс, и я разузнал бы всю историю под самым носом этих господ. Мой следующий вопрос уяснил бы мне все, но в это мгновение отворилась дверь, и в комнату вошла какая-то женщина. Я разглядел только, что она была высокоростом, грациозно, с черными волосами и в каком-то свободном белом платье. — Гарольд, — сказала она по-английски с иностранным акцентом. — Я не могу оставаться дольше. Так скучно оставаться одной, с… — О, Боже мой! — Это Павел! Последние слова она проговорила по-гречески, и в то же мгновение незнакомец с судорожным усилием сорвал с рта пластыри с криком «София! София! София!» бросился в объятия женщины. Объятия их длились, однако, лишь секунду. Молодой человек поспешно бросился к незнакомке и вытолкал ее из комнаты, а пожилой легко справился со своей истощенной жертвой и вытащил его в противоположную дверь. на одно мгновение я остался один в комнате и вскочил на ноги со смутной надеждой узнать, что это за дом, в котором я находился. к счастью, однако, я не успел ничего предпринять. Подняв голову, я увидел, что старший из мужчин стоит в дверях, пристально смотря на меня. РАДИО ЗВЕЗДА КОПОЗОВА